МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Участие в обсуждении важных вопросов, касающихся выборного процесса, принял член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он зачитал доклад, где были озвучены данные независимого общественного мониторинга, об организации процедуры голосования, о попытках дискредитации выборов в разных регионах России и мерах противодействия ложной информации, а также о важности подготовки людей, которые будут мониторить происходящее на избирательных участках. В Корчаево-Черкесии обучение 630 общественных наблюдателей стартовало в начале этого месяца. В целом избирательные кампании в республике проходят в рабочем режиме. Нет нарушений, нет отказов в регистрации. Политические партии демонстрируют высокую культуру. Ну и, конечно, мы нацеливаем на то, чтобы штаб ввел мониторинг и муниципальных выборов, которые не менее важны, чем выборы в народное собрание. Поэтому убеждены, что общественные наблюдатели выполнят свою миссию по обеспечению законности, открытости избирательного процесса. Большинство партий, которые идут на выборы, они идут в рамках патриотического консенсуса. То есть они говорят о том, что в настоящее время патриотизм – это основная идеология Российской Федерации, что на основе патриотизма, любви к родине, защиты своего отечества и строится вся вот такая политическая система. Более полутора тысяч жителей и гостей республиканской столицы присоединились ко Всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». Неравнодушные горожане навели чистоту и порядок в самом посещаемом парке Черкесска «Зеленый остров». Для них также организовали культурную программу с участием известных артистов республики, мастер-класс по сортировке мусора и раздаче необходимого инвентаря. А после горожане приступили к главной миссии – генеральной уборке. Всероссийская акция, которая уже стала народной, объединяет людей по всей России уже второй год. Корочаево-Черкесия стала 18-м регионом-участником. Главная цель – внимание к проблемам экологии, на защиту и поддержку которой выступил каждый пришедший в этот день человек. Независимо от возраста, рода, занятия, представители общественных, политических и национальных объединений, молодежных и образовательных организаций постарались внести свой трудовой вклад в общее дело. С начала 2024 года отделение социального фонда Корочаева-Черкесии назначило единое пособие родителям более 55 тысяч детей до 17 лет. Назначенное с января единое пособие сейчас в республике получают 75 тысяч детей. В зависимости от материального положения семьи устанавливается пособие в размере 75 из 100% детского прожиточного минимума в регионе. С 1 июня пособие оформляется с применением обновленных правил по учету доходов родителей и детей, сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по республике Ирина Тамбиева. С 1 июня 2024 года вступили некоторые изменения в правила осуществления единого пособия, касающихся определения дохода. В частности, включение в доход семьи выплат по алиментным обязательствам. Если семья получает алименты по судебному решению или судебному приказу, то в доход семьи будет учтена сумма, указанная или в приказе, или в решении суда. В случае, если родители при разводе заключили нотариальное соглашение об уплате алиментов, то будет браться та сумма, которая указана в соглашении. За исключением тех случаев, когда сумма указанных алиментных обязательств ниже, чем установлено Семейным кодексом. Здесь нужно обратить внимание, что алименты будут учитываться тогда в следующих размерах. Четверть минимального размера оплаты труда на одного ребенка, треть мрот, если в семье двое детей, и половина мрот, если в семье три и более детей. Также такой же порядок будет применяться в случае, когда родители устно договорились о размере алиментных обязательств. Тоже будут применяться расчеты от минимального размера оплаты труда. В Черкесске состоялся творческий вечер лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Рината Урумова и Майи Барануковой. В концертной программе были представлены старинные адыгские народные и авторские песни, исполненные в традиционном формате и современной обработке. В узком кругу ценителей аутентичной музыки оказалась и Фатима Даурова. ПЕСНЯ В этот вечер через песни и музыку творческий тандем вокалиста Рината Урумова и аккомпаниатора Майи Барануковой транслировал зрителям аутентичную музыкальную культуру адыгов. В их исполнении меломаны услышали старинные черкесские национальные мотивы и авторские песни, которые со временем стали практически народными. Настолько они стали идентичны фольклорным. Субтитры создавал DimaTorzok Программа вечера делилась на циклы, включавшие в себя музыкальные композиции разной тематики. Песни плачи, рожденные болью народа в трагические лихолетия адыгского этноса особенно сильно отразились на восприимчивость зрителя. Лирические мотивы сменялись шуточными композициями, другие отображали подвиги героев нардского эпоса. В репертуаре солисты Академического государственного русского хора имени Александра Свешникова Рината Урумова «Песни родного народа» стоят особняком. Они часто звучат на различных музыкальных сценах страны, но выступления дома всегда волнительно, считает вокалист. К сожалению, к большому сожалению, очень редко получается выступать на родине, выступать перед родным зрителем, поэтому это всегда волнительно, тем более с таким репертуаром, с песнями, с народными песнями, своими родными песнями. Это волнительно, но в то же время это очень-очень приятно, я всегда рад выступать на родине. Больше 10 лет длится музыкальное сотрудничество вокалиста и аккомпаниатора. Майя Баранукова с отличием закончила консерваторию Краснодарского государственного института культуры по классу аккордеона. Выступала на различных подмостках не только России, но и за рубежом. Неоднократный призер и лауреат международных фестивалей и конкурсов сейчас свои творческие планы реализует в столице. Мне больше, знаете, тоже интересует такая старинная, аутентичная музыка. Я сама тоже работаю сейчас вот в Москве, работая над созданием своего ансамбля, так скажем. Но там больше она такая интернациональная будет, но там больше уклон все-таки будет на адыгскую музыку. Я вот потихоньку собираю состав именно вот старинной музыки, та музыка, вернее, которая уже немножко утерянная. Хочется это все восстановить, чтобы, так скажем, даже находясь в Москве, мы проносили свою культуру, показывали свою культуру. У нас очень много красивой музыки, хочется это все показать зрителям. С чувством особой гордости за успехи своей ученицы на выступление смотрит первый наставник и проводник в мир музыки Люся Озова. С садика заметила этого ребенка, но поступив в школу, когда ее мама ко мне привела, я была очень рада. И с первым же уроком я сразу поняла, что она из нее выйдет, такой настоящий сильный музыкант. Мы ею гордимся, аул ею гордится. Вечер в узком кругу ценителей аутентичной музыки прошел в соответствии с ожиданием обеих сторон, участников музыкального раута. Слушатели получили эстетическое удовольствие, а исполнители – чувство удовлетворенности за неподдельную радость зрителя. Фатима Адаурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия. Красота, скорость и адреналин. В минувшие выходные в республике прошел конкурс «Летний кубок». За него боролись жаки из Карачаева-Черкесии, Дагестана, Ставропольского края и других регионов страны. Подробности у Али Баташева. Десять прыжков через десять препятствий разной сложности за ограниченный промежуток времени. Высота препятствий возрастает с каждым маршрутом. Начинается с 70 сантиметров и достигает 110. В этом виде спорта большинству зрителей нравится красота выступления, скорость и адреналин. Судьями оценивается командная работа всадника и лошади, время прохождения и количество штрафных очков. Штрафные баллы назначаются за неповиновение лошади. То есть, если лошадь, допустим, не преодолевает препятствия с первого раза, то штрафуется четырьмя штрафными очками. За вторую закидку всадник уже снимается с соревнований. Ну и за каждый повал каждого препятствия четыре балла. Так что всадникам нужно пройти маршрут чисто, преодолеть все препятствия, не сбив ни одной жерди и не сделав ни одной закидки. Ну и, соответственно, не дай бог падения, а то тоже всадник снимается с этого маршрута. Всегда виноват всадник, если вдруг что. Поэтому лошадь никогда обменять нельзя. Так же, как и мы надеемся на них, они так же надеются на нас. Поэтому это парный спорт, где работают и всадник, и животное вместе. Представительница конно-спортивной школы Черкеска София Черкун на кобыле рапира буденовской породы прошла дистанцию быстро и чисто. Слаженность действий наездницы и лошади достигаются упорными тренировками и любовью к конному спорту, говорит София. Стараюсь тоже с ней больше заниматься, так, чтобы с ней было несложно. И она, в принципе, подчиняется. София, а что вас побудило вообще заняться именно конным спортом? Я с детства очень сильно люблю лошадей. И в 12 лет я попросила родителей, чтобы они меня записали сюда в конную школу, чтобы я шла все выше и выше по спорту. Одна из самых юных участниц соревнований – 12-летняя Елизавета Сенатова из Железноводска. Представительница конно-спортивного клуба «Держава» на кобыле «Астория» стала лучшей по результатам прохождения маршрута номер 4. Она не только занимается конным спортом, но и ходит в художественную школу. Я люблю рисовать, особенно лошадей. И рисую для себя. Что нужно для победы? Желание. Желание и главное – доверять лошади. Иногда ты можешь ей помочь, а иногда она. А как ты ей можешь помочь? Где-то дотолкнуть перед барьером, где-то чуть-чуть сократить. Летний кубок проходил два дня. В конкуре выступили 35 спортсменов. 15 из них – представители конно-спортивной школы «Черкеска». Наши землячки София Черкун и Динара Матмусаева возглавили списки победителей по отдельным маршрутам. Али Баташев, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудник отдела МВД России по Черкесску Белла Батчаева победила во всероссийских соревнованиях паром-рестлингу. В бескомпромиссных поединках турнира приняли участие более 300 спортсменов из 26 регионов России. Как хрупкой девушке удается совмещать спорт со службой в органах внутренних дел и достигать высоких результатов – об этом и многом другом Белла Батчаева рассказала Белли Джозаевой. Интервью смотрите далее, а я с вами прощаюсь.